Итак, я новичок, с чего мне стоит начать? Первое, с чего я рекомендую начать, это стать экспертом продукта. Не бойся изучить компанию. Открой все вкладки и посмотри, что там находится. Посмотри обучение от компании. Посмотри сервисы, попробуй их настроить. Посети мастер-классы от лидеров. И пойми одну простую вещь, что за маленькую цену ты получаешь огромную ценность. Закрой свое внутреннее возражение и пойми, что продуктом компании является и заработок денег, и знание, и саморазвитие. Самое главное, чтобы ты сам понял эту ценность. Поэтому обязательно изучи, посмотри обучение, посети мастер-классы и попробуй настроить сервисы. Это очень важно. Следующее, что тебе нужно сделать, это поставить перед собой цель. А зачем ты сюда пришел? Заработать денег? А сколько денег? В каком количестве ты хочешь заработать? За какой срок ты хочешь заработать эти деньги? Поставил перед собой цель? Есть цель, есть результат. Нет цели, нет результата. Все очень просто. Следующее, что тебе нужно начать делать, это просто начать делать. Делать простые действия. Начни с теплого списка людей. Друзья, знакомые, родственники. Лично я так и начал. Я пришел к своим друзьям и знакомым и сказал, что заплатив всего один раз 12,5 долларов, они получат доступ к постоянно обновляющемуся обучению, которое актуально в наше время. Получат доступ к сервисам, к мастер-классам на постоянной основе. Им не нужно платить будет каждый месяц. Один раз оплатили и у них есть доступ к такому мощному ресурсу. И, конечно, подобное притягивает подобное. Я человек, который стремлюсь к развитию. Поэтому я здесь. Точно такие же люди пошли именно за мной. Они сказали, да, нам это интересно, прикольно, низкая цена, огромная ценность, все круто, мы заходим. Большинство людей, конечно же, отказалось. И это нормально. Просто гейм это некий фильтр, который позволит тебе взглянуть на свое окружение и посмотреть, а кто тебя окружает. Овощи, люди, которые ничего не хотят в этой жизни, не хотят развиваться, тянут тебя на дно. Или люди, которые хотят развиваться, которые хотят быть в тренде, которые хотят вырваться из зоны комфорта, чему-то новому научиться, получить новые знания, навыки. Именно такие люди тебе нужны в команду. Осознанные. Люди с активной жизненной позицией, а не пассивщики. Самое главное, что вы должны понять, что вы не должны презентовать продукт. Вы должны общаться с человеком. То есть не презентовать компанию и продукт, а вы эксперт, вы понимаете ценность этого продукта. Представьте просто, гейм как красивый бриллиант. В нем много граней. Какая-то грань отвечает за окружение. Кто-то из людей хочет сменить окружение. Какая-то грань отвечает за обучение, за мастер-классы, за саморазвитие. Какая-то грань отвечает за деньги. Какая-то грань отвечает за поддержку и прочее. То есть очень многогранный проект. И он может закрыть очень много болей. Для примера. Я общаюсь со своей подругой. Она мама в декрете. Какая у нее боль? У нее боль не деньги. Возможно и деньги. Но основная боль у нее в том, что она сидит в декрете и она не развивается. И соответственно я знаю эту боль. Я говорю о том, что у меня есть проект, в котором есть очень сильное окружение, которое тебя поддержит. А самое главное, ты будешь развиваться. Ты будешь получать новые знания и навыки, которые тебе пригодятся. Ты можешь научиться делать крутые сторисы в инстаграм. Сейчас это очень ценится. И за это платят очень хорошие деньги. В среднем по рынку создание одного 15-секундного сториса стоит 2000 рублей. Ты можешь получить для себя новые навыки и знания. И потом монетизировать его. Либо зарабатывать на партнерской программе, либо монетизировать эти новые знания и навыки на рынке труда. Предлагать свои услуги и зарабатывать дополнительно в семейный бюджет. То есть ты можешь освоить для себя новую профессию, сидя в декрете, которая нужна, которая актуальна. Здесь, сейчас. Ты можешь научиться круто обрабатывать фотографии и на фрилансе делать людям обработку фотографии. Сейчас очень актуально ведение профиля в инстаграм. Почему нет? То есть у нее есть возможность получить новые знания, новые профессии, которые она сможет применить на практике и дополнительно потом зарабатывать. Я думаю, что большинство мам в декрете не хотят возвращаться на свою работу после декрета. Соответственно, я, зная эту боль, могу предложить решение этой боли. Допустим, у меня есть друг, дальнобойщик. Какая его основная боль? Он не видит семью. Ему важно создание какого-то капитала, какого-то пассивного дохода. У него боль это деньги. Заработок денег, создание дополнительных пассивных источников дохода, еще что-то. То есть для него нужно создать дополнительный источник дохода, который будет больше, либо равен тому, что он зарабатывает на дальнобое, чтобы вернуться в семью и заниматься тем, что действительно важно и нужно. Воспитанием детей, любить свою жену и прочее. Я ему предлагаю, что есть такая возможность сейчас дополнительно получать профит в свою семью, а возможно потом и отказаться от этой нелюбимой работы и, соответственно, заниматься тем, чем ты действительно хочешь. Вот чем вы должны заняться. Вы должны общаться с людьми, вытаскивать их боль и предлагать решение этой боли. А чтобы вы могли предложить решение этой боли, вы должны стать экспертом продукта. А для того, чтобы вы начали кому-то предлагать, у вас должна быть четко поставленная цель. Все взаимосвязано, друзья мои. Поэтому все очень просто. Просто гейм. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok